Бог откроется. Книга Деяния, 10 глава, с 1 по 16 стих. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Эопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Эопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, и видит отверстое неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Размышления, часть первая. Бог помнит Корнилия. Книга Деяний, 10 глава, с 1 по 8 стих. В вопросе спасения у Бога не бывает любимчиков. Хотя Корнилий и римский сотник, и происходит из язычников, он со всей семьей горячо молится Богу и проявляет на деле любовь к ближним, щедро благотворя бедным. Поэтому Бог принимает Корнилия и посылает ему ангела в видении. Ангел велит ему призвать Петра, но он не объясняет зачем. Однако Корнилии по вере немедленно повинуются. Бог готовит и его, и Петра, чтобы через них открыть мир, что началось спасение язычников. Он действует через тех, кто ему послушан, чтобы принести и другим спасение. Бывало ли так, что вы повиновались Богу, даже не понимая, почему Он просит вас что-то сделать? Чем это заканчивалось? Размышления, часть 2. Видение Петра. Книга Деяний, 10 глава, с 9 по 16 стих. Нередко Бог открывает нам свою волю более подробно в молитве. Петр был исполнен Духа и постоянно поддерживал близкие отношения с Богом, молясь и повинуясь всякий раз, когда он открывал ему свою волю. И все же даже он был не в состоянии выйти за рамки иудейского закона, чтобы увидеть Божий замысел, дать спасение всем народам. Поэтому в данном отрывке мы читаем о том, как Бог открывает ему этот замысел. Трижды в молитве показывая одно и то же видение. Он хочет, чтобы Петр понял, что поскольку Иисус исполнил закон, теперь и иудеи, и язычники могут принять Евангелие без всякого лицеприятия. Так всегда было задумано Богом, и то, что Он желает сделать, намного превосходит любые человеческие планы и соображения. Сомневались ли вы когда-нибудь в силу каких-то предрассудков в том, что делает Бог? Что вы можете сделать, чтобы в будущем Его не ограничивать? Молитва дня Бог Отец, помоги мне не смотреть на людей через призму собственных предрассудков, но видеть их, как Ты. Помоги мне не бежать впереди Тебя, но следовать Твоему водительству и нести слово Евангелия тем, кого Ты в мою жизнь посылаешь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...